привет друзья сегодня съездим с вами в лес посмотрим что нас там ждет погода у нас хорошая сегодня 25 градусов но мы вчера были целый день на море поэтому сегодня вот мы решили поехать в лес посмотреть ну не мы а я вернее посмотреть что в лесу хорошего у нас очень много людей кругом на море было просто огромное количество людей и субботу и воскресенье выезжали семьями с детьми с собачками как обычно вообще вода очень холодная вот смотрите купаются англичане посмотрите да еще и вот я за ними сколько наблюдаю они уже там полчаса сидят в воде женщина девушка с мужчиной вот и на скутерах катается и здесь на скутерах видите вот о какая красота кстати вот ровно год назад я вам показывала что я открыла пляжный сезон я тоже точно так же ходила по берегу вот но тогда я даже рискнула искупаться а сегодня не рискую на холоднее но в принципе получается видите вы как собака радуется посмотрите ее привезли только что она вырвалась из плена квартиры счастлива просто о мячик тащит назад этих собак все бы конечно ничего для любителей собак вот вообще-то этот этот конечно пляж он он для людей и вот англичане со своими собачками посмотрите я вот сколько гуляю везде собаки вы знаете вчера мы были тоже на пляже целый день прекрасная погода загорали купались и сколько там собак просто видимо-невидимо ну вот по-моему на одного без собачника приходится 4 собачника и потом здесь ведь собаки не по одной даже чаще всего вот видите мужчина прошел у него 3 собаки и это все его по 2 по 3 собаки огромных маленьких держат люди вот я поражаюсь этому и никак я к этому привыкнуть не могу не знаю но у нас по моему все таки нет столько собачников в россии я не видела по крайней мере может быть конечно здесь в городах тоже не так много собачников но на нашем острове айла уайт а не даром его называют собачий рай и Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Коты, конечно, есть тоже коты, но больше всё-таки собак. Смотрите, друзья, что я нашла. Кто-то веселился и накормил мороженым свою красивенькую машинку. Это ей сделали глазки мороженым, а здесь клубнички. Представляете, как интересно! Ай, как интересно, что так они придумают на паркинг-плейс. А я вот показываю вам окрестности. Проедем с вами по нашему замечательному острову опять. Посмотрите, как он выглядит в жару. Вот видите, впереди здесь тоже трава посохла уже, потому что не было дождей. Ну, дождей не было всего лишь неделю. И не сказала бы я, что солнце огромное такое было, сильно палящее. Но, тем не менее, вот видите, немножко стоит только прекратиться дождям. Июль месяц начинает сохнуть трава и желтеть. Уже я там проезжала мимо фермы. Там уже скосили сено многие на фермах. Вот знаете, много можно встретить. Пасутся коровы по обочинам. Специальные такие там пастбища. Здесь их тоже много. Овцы, коровы пасутся. И вот, казалось бы, должно быть много свежего нормального молока. Но молока почему-то хорошего, свежего найти в магазинах практически невозможно. Что-то добавляют туда, чтобы молоко было, вы знаете, сохранялось долго. Добавляют какие-то химию опять какую-то. И получается, что эти вот... Подождем. Тут приоритет не мой. Я, видите... Даже пришлось сдать назад, чтобы подождать. Вот здесь. Ну вот, если вы видите, все мне говорят спасибо, поднимают руку. Если видно вам в камеру. Видите, вот. Все, кто проехал, все... Все мне показали благодарность. Вот опять. Вы знаете, интересное дело, что... Несмотря на то, что здесь дорога со знаком приоритета, они все равно все поблагодарят, что их ждут. Ну, е-мое. Что ж, сегодня так у нас здесь занят это все. Вот и наша наступила пора ехать. Вы видели, да, что они все подняли руку вверх, меня поблагодарили, что я их жду. Это всегда такое происходит. Это, слава богу, здесь очень вежливо и культурно. Вот не знаю. Мне говорят мои зрители, что у нас в России сейчас тоже научились и тоже стали взаимно вежливы и культурны на дорогах. Дай бог, как говорится. А я вот, к сожалению, такого времени не застала. И здесь меня это всегда радует и умиляет. Вот. Как приятно, когда на дороге один водитель уважает другого. Вот. Что еще вам рассказать? Ну, тут опять случилась история. Уже второй раз со мной. Вы знаете, тоже это меня очень расстроило. Просто повергло в шок, потому что я приезжала нам на автомобиле на своем, парковалась там на очень спокойной улице и ходила на пляж в сандауне. И вы знаете, что? Я вернулась вот два дня назад. Моя машина была припаркована аккуратненько на тихой улочке. И я возвращаюсь после того, как я поплавала, позагорала, где-то спустя четыре часа. И я возвращаюсь к своей машине. И что вы думаете, мне ее кто-то очень сильно зацепил. И очень сильно поцарапал. С левой стороны бампер сзади. Это просто, в общем-то, меня настолько поразило и настолько расстроило. Я даже пошла... Там рядом дома стоят. Я пошла в дома выйти, позвонила, поскучалась. Спросила, может быть, кто-то видел, как так могло произойти. Вот сказала, что мою машину кто-то задел, очень сильно разбил. И уехал, не оставив мне ни привета, ни ответа. Ну и, конечно же, никто ничего не видел и не знает. Там две каких-то бабульки вышли, посмотрели на мою машину разбитую, поохали, поахали. И помощи никакой, конечно. Я приехала вчера, ну, вернее, не вчера, когда это два дня назад было, очень расстроенная. Но потом подумала, думаю, ну, Господи, в конце концов, ну, что теперь делать? Вот бывают такие моменты. Поэтому не всегда тоже попадаются люди нормальные, вежливые, адекватные. Вот человек, вероятно, разворачивался или что уж там он делал, зацепил мою машину и быстренько уехал, не оставив свои координаты. Бывает такое, друзья. Так что, моя машина теперь покалеченная, раненая. Сейчас вот припаркуюсь, вам покажу. Вот, посмотрите, как мне разбили, поцарапали задний бампер. И теперь моя бедная машина вот такая, покоцанная. Представляете, говнюки какие? Я прямо не могу. Я сама никогда такого не делала. Всегда очень аккуратно со своей машинкой обращаюсь. И представляете, вот именно все вот эти вот царапины. Вот здесь еще, посмотрите, это было давно уже. И впереди тоже меня кто-то поцарапал. И это тоже не я.